Здравствуйте! На телеканале АРИС новости в студии Марина Паукова. В Калининградской области состоялись первые в российской истории адаптивного спорта соревнования среди спортсменов, имеющих проблему со зрением. В состязаниях с успехом приняли участие кумертаусцы. Сегодня глава администрации Борис Беляев встретился с победительницей чемпионата Ильвиной Насировой и ее кураторами. Теннис среди людей с нарушениями зрения в нашем городе появился всего два года назад. Несмотря на это, ежегодно спортсмены принимают участие в серьезных состязаниях всероссийского уровня и завоевывают высокие награды. В этом году в Калининграде прошел первый чемпионат России по настольному теннису среди людей с ограниченными возможностями здоровья. Спортсменка из города Кумертау Ильвина Насирова вниз завоевала второе место. С победительницей чемпионата ее тренером Павлом Сафоновым и методистами центра самоцветы, где и располагается центр адаптации «Современник», встретился глава администрации Борис Беляев. И вот в этом году у нас Ильвина заняла второе место, серебро. Да, всего лишь в одном сете проиграв будущие чемпионки. И все отборочные игры вообще, всему ходу чемпионату не проиграв ни одного сета, ни одной игры. Борис Владимирович поздравил Ильвину с такой победой. Пожелал дальнейших успехов. Также глава администрации поинтересовался в целом поездкой и впечатлениями. Очень тепло встретить. Успорили для проживания в Хармиле? Конечно. А сколько дней там было? С первого по пятого и мы были. Напомним, центр адаптации для незрячих и слабовидящих людей города Кумертау является единственным в республике. По словам главы городского округа, успехи спортсменов говорят о том, что это направление необходимо развивать. Так, например, Борис Владимирович предложил разработать проект проведения подобных соревнований в нашем городе. Ну а Ильвине был вручен символический подарок. Когда будешь писать, не забывай про нас. Жила в таком маленьком городе Кумертау, да? Держи. Книга о Кумертау будет напоминать спортсменке о ее первых успехах. Впрочем, это уже ее третье успешное выступление. В предыдущие годы в турнирах всероссийского уровня Ильвина завоевывала первые и третьи места. Ну а в этом году серебряной призерке в составе национальной сборной предстоит участие на всемирных играх среди слепых, которые пройдут в мае на территории Южной Кореи. Вопросы национального образования и изучения родных языков являются первостепенными задачами исполкома Международного союза общественных объединений Всемирной Курлтай-Башкир. Исполкома Курлтай-Башкир Республики Башкортостан, исполкома Курлтай-Башкир города Кумертау. В городах и районах республики в 2014 году комиссией по языкам проведена проверка работы общеобразовательных учреждений. В Кумертау такая проверка прошла в октябре 2014 года. По ее итогам принято решение, в котором перед муниципальными образованиями были поставлены задачи. Это изучение состояния национального образования на местах, особенно обучение на родном башкирском языке. Изучение состояния кабинетов родных языков, их оснащенности, выполнение закона Республики Башкортостан и Российской Федерации об образовании. 12 марта 2015 года в Большом зале администрации города состоялось расширенное заседание исполкома Курлтая-Башкир городского округа город Кумертау, посвященное вопросам национального образования Кумертау, существующим проблемам, путям их решения. В работе заседания принял участие глава администрации Борис Беляев. Он отметил активную и слаженную работу исполкома Курлтая-Башкир города Кумертау в 2014 году. Высокий уровень проводимых ими мероприятий, а также призвал всех объединиться вокруг главной стратегической цели — сохранение многонационального культурно-языкового наследия. Альфияша Мигулова отчиталась о деятельности исполкома Курлтая-Башкир в городе Кумертау в 2014 году. А в своем выступлении заместитель председателя исполкома Международного союза общественных объединений Всемирный конгресс-Башкир Буранбай Кусибаев выразил неравнодушное отношение к национальному образованию в городе Кумертау. Призвал Курлтая-Башкир администрацию города и руководителей образовательных учреждений совместно с родительской общественностью принять меры по дальнейшему развитию и совершенствованию национального образования во всех муниципальных образовательных учреждениях города. Некоторые школы показатели очень плохие. Я вот хотел бы сказать, пожалуйста, проверьте. Поскольку в вашем решении написано то, что надо, я уже дальше не буду говорить. Надо пока дойти до такого показателя. 100% если обучение мы не получаем организовать. Ну, в городе это тяжело, 100% обучение народу башкетском. И на других языках, если на русском это у нас нормально. Вот татарский я знаю, что здесь классов изучают. Если это невозможно сделать, у нас должно быть максимум созданы условия для обучения. А я потом скажу. Изучение должно быть 100%. Изучение. Вот этого у нас нет. А в некоторых школах башки нет. В рамках заседания состоялось награждение победителей городского смотра конкурса кабинетов родных языков. Первое место гимназий номер один, второе место школа номер шесть, а третье место школа номер двенадцать. Также была отмечена средняя школа села Ира. В номинации использование краеведческого материала в изучении государственного башкирского языка в сельской школе. В номинации педагог-новатор дипломами награждены учителя башкирского языка и литературы Зимфирова и Булатова, Зилия Абхалимова, Гульсина Юсупова. В решении расширенного заседания исполкома Курлтая отмечено необходимость принятия мер по восстановлению преподавания башкирского языка как государственного во всех государственных и муниципальных образовательных учреждениях Кумертау. В прежних объемах в соответствии с законодательством республики. Разработки дорожной карты дальнейшего развития и совершенствования национального образования в городском округе. В физкультурно-оздоровительном комплексе «Юбилейный» состоялся очередной товарищеский матч по волейболу между командами представителей администрации, руководителей предприятий города Кумертау и Кургазинского района. Напомним, что за несколько дней до этого в Кургазинском районе эти же команды сыграли первый товарищеский матч, где кумертавцы в нелегкой и жаркой борьбе отступили к Кургазинцам со счетом 3-2. Поэтому игра в «Юбилейном» стала своего рода матчем-реваншем, на который представители районной команды отозвались с большой охотой. Не изменяя традициям, уважаемые гости нашего города были тепло встречены хлебом с солью, после чего состоялось торжественное открытие этого спортивного мероприятия. С добрыми пожеланиями главы администрации Борис Беляев и Ахат Кутлахметов обратились к присутствующим участникам команды и болельщикам и поздравили всех с настоящим событием, обменялись крепкими, дружественными рукопожатиями. В итоге товарищеская встреча завершилась победой нашей команды с общим счетом 3-2. Сборная команды Кумертау завоевала первое место, сборная команды Кургазинского района – второе. Каждой команде были вручены почетные грамоты. Партнер программы «Открытое акционерное общество «Газпром» газораспределение УФА». Город Кумертау, улица Карла Маркса, 2А. Ну я с вами прощаюсь. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова